Башар уходи, Сирия будет свободной. В августе в Суэйде начались антиправительственные протесты. В Сирии все настойчивее звучат призывы к смене режима Башара Асада. Протестующие жгут портреты сирийского лидера и обещают стоять до победного конца. Протесты происходят в основном в Суэйде заключается в том, что в этой провинции есть местные вооруженные силы, которые могут защитить своих жителей. Провинция сопротивляется втягиванию в войну против режима, но если силой безопасности попытаются подавить протесты, это будет означать объявление войны целой провинции. Сирия разрушена годами войны. По данным ООН, 70% сирийцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи. При этом режим Башара Асада винит во всем западные страны. За последние годы к нам вернулось чуть менее полумиллиона человек, и никто из них не пострадал. Что останавливало большее число людей от возвращения, так это экономическая ситуация. Как беженец может вернуться, не имея ни электричества, ни школы для своих детей, ни медицинского обслуживания? Конфлик в Сирии начался в 2011-м с митингов против действующего режима Башара Асада на юге страны и быстро перерос в тотальную войну. В результате сотни тысяч человек погибли, а миллионы стали беженцами. И хотя режим Асада устоял благодаря военной помощи России и Ирана, он по-прежнему является изгоем на Западе. Его обвиняют в военных преступлениях, а Сирия остается в состоянии войны и разрухи. У одного из главных союзников Москвы, по словам экспертов, меньше возможностей помочь устоять режиму Асада из-за российской агрессии в Украине. В Даниле Субтитры создавал DimaTorzok